Мир вам, уважаемые зрители, с вами Тариэль Малашев и это пятый выпуск программы «Мастер своего дела». Сегодня у нас в гостях Тимур Фазиев, успешный предприниматель, основатель и владелец компании «Строительный Элит Хаус». Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно и для меня честь. Спасибо. И по традиции первый вопрос, с чего все началось? Вы являетесь достаточно успешным и известным человеком в Кыргызстане. Вашу компанию знает, если не половина, то весь Кыргызстан. По крайней мере, мы видим, слышим все это. С чего все началось, как вы пришли к успеху? По сути, я могу сказать, что вы достигли успеха, потому что все об этом и говорит. Спасибо большое. По моему мнению, конечно, успех, как ученые говорят, успех – это от слова «успевать». Соответственно, человек успешный – это тот, который успевает быть не только успешным или перспективным бизнесменом. Успех, в действительности, за ним стоит и семья, успех в семье. То есть нужно успевать и в семье уделять время. Успех – это когда ты успеваешь уделять время и своему здоровью, и спорту, и обществу служить, и развитию обучения. Это языки, это своя профессия, в которой ты работаешь. Но и наверняка это в том числе и благотворительность. То есть, когда ты комплексно, и по мне, успех в этом и заключает, когда ты комплексно, можешь эти все вышеперечисленные и другие направления охватывать и быть в них достаточно развитым. Спасибо вам. Конечно, я стараюсь быть успешным человеком. Насколько я успешен, конечно, Всевышний лучше знает. И люди, безусловно, сами видят, что происходит. Спасибо большое. Стараемся сделать так, чтобы было всем хорошо. Как говорится, мы все знаем такие слова, что за каждым успешным мужчиной стоит не менее сильная женщина. Я думаю, что помочь достичь, по крайней мере, я считаю, что вы сейчас уже достигаете успехов во многих сферах. И я думаю, что есть женщина, естественно, ваша супруга, которая оказала очень большое влияние и внесла свой вклад в достижение ваших результатов. Да, безусловно, это так, потому что для мужчины женщина является успокоением. И мы, мужчины, скажем так, в фронтовике, наш функционал – это от дому и без границ покорять все остальные границы, возвращаться к себе домой в свой штаб, в свой лагерь для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, как говорится, подготовиться, вооружиться. Для этого у нас, конечно, есть дома человек, которого Всевышний нам наделил. Слава Всевышнему, надежный тыл, действительно, который помогает, как Всевышний говорит в Священном Писании, женщина для вас успокоения, которая должна давать силы, спокойствие и закрывать тот тыл, дети, быт, обучение, семьи, очаг семейный, очаг, порядок, дисциплина именно в хозяйстве, в доме. Поэтому женщина очень большое значение имеет в успехе мужчины. Я с этим очень согласен. И не с точки зрения того, что мужчина – голова, а женщина – шея. Я так не считаю, что… Я считаю, что и мужчина, и женщина – это два неразделимых две частицей. Кто из них важнее и главнее? Никто. Они оба одинаково важны, они оба одинаково главны. И в этом и есть симбиоз, и в этом и есть основной, скажем, посыл того, что сила в единстве. С чего начиналась ваша предпринимательская деятельность? Предпринимательская деятельность начиналась… Давно это было, очень раннее детство, наверное, лет еще 10-11 мне было, когда я первый раз в школе ходили по разным заброшенным местам, скажем так, и собирали металл, медь, и продавали ее, и первые деньги зарабатывали. Или продавали на базаре семечки, газ, воду и мороженое, и так далее. Это были 90-е и начало 90-х лет. Получается, это что, уже 28 лет прошло, если моя первая карьера начиналась лет 27 назад, предпринимательская. И все это время практически я был предпринимателем. Предприниматель – это слово предприимчивость, да? Предпринимать действия, которые тебе помогут достичь определенных целей. Оно в основном подразумевает коммерческих целей, да? Поэтому практически лет 20 с лишним. До строительной деятельности, то есть до девелоперства, чем? Какими видами коммерческой деятельности вы занимались? Если брать вот прям блочно, то первые 4 года, то есть до 18 лет, если я от 14 лет начну более-менее, как я начал заниматься различной коммерцией, семечки, орехи, газ, вода, там, лимонад и так далее, то это был такой черный труд, но тоже с целью привлечения дохода. С 18 до 22 лет, 4 года я занимался, так получилось, что я занимался сетевым бизнесом, продавал продукцию сетевой компании одной американской. Еще 4 следующих года, с 22 лет по 26 лет я занимался риэлторством, то есть я профессионально занимался недвижимостью, то есть научившись там продавать недвижимость, какая недвижимость более продается, каким спросом пользуются, какого класса и так далее. Потом я работал 4 года, следующие уже меня пригласили в Бишкек работать в крупную компанию по производству стройматериалов с перспективой начала строительных процессов. И после, я уже 4 с копейками года возглавляю свою собственную компанию, почти 5 лет, строительную компанию. Между последним и предпоследней работой у меня было полтора-два года свободных, я занимался автомобилями, породой с 10 лошадьми, это было 2012-2011-2012 года. В вашей компании задействованы кадры, я слышал, что они закончили Гарвард, Оксфорд и так далее. Каким образом вы привлекли эти кадры и сейчас работают ли они до сих пор? На самом деле у нас команда очень высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. Как Сталин говорил, кадры решают все. Он в то время был атеизм, и поэтому он только мог так и говорить. Я не совсем с этим согласен. Я считаю, что кадры решают почти все, а все решает только Всевышний. В любом случае, если вернуться ко второй части, что кадры решают все в второстепенной очереди, то я считаю, что действительность и успех любой компании начинается с успешной команды. Поэтому это правда, что у нас очень профессиональные специалисты, и это правда. Компания ваша считается большой. То есть количество сотрудников вашей компании превышает тысяч человек? Ну, если взять со всех строителей, в месте которых подряжаем мы в качестве подрядчиков, субподрядчиков и так далее, агент подрядчиков, так где-то может около тысячи человек будет. А именно административно-управленческий офис, именно управление всеми этим, то их около ста человек. Ваши проекты осуществляются только в Бишкеке, в Кыргызстане, либо какие-то зарубежные есть проекты? Нас приглашают в многие страны мира начать развивать бизнес-девелоперские в области строительства, но мы не расфокусируемся, так как где фокус, там развитие. Человек может быть эффективным только, когда он может делать в одно время, в одном месте одно дело. Если он только начнет делать уже два дела в одно время или в одном месте, то он будет и там, и там неэффективен. Поэтому мы только работаем на территории Бишкека, и на Иссыкуле мы уже прикупили земли, где мы планировали начать строительство, но пока еще не начинаем, в связи с тем, что экономическая целесообразность показывает, что лучше чуть подождать. Поэтому весь бизнес наш ориентирован только на Бишкек. Недавно вы получили сертификацию и прошли аккредитацию немецкой компании TÜV. Да, это факт. В двух словах по ней могу сказать так, что это мировая компания со 160-ти почти летним опытом, которая занимается надзором техническим над нашими строительными объектами, ну и тысячами других объектов в мире. Это третье независимое лицо. Помимо того, что в нашей компании есть и так техническая дирекция, которая надзирает качество, скорость строительства и сроки, мы наняли специально независимую компанию с международным именем, брендом, которая тоже помогает, чтобы наше качество, человеческий фактор, наименьшим шансом, чтобы человеческий фактор сыграл свою роль. Либо они доложили бетон, либо они доложили арматуру, либо они своевременно подали бетон, что может повлиять на качество. То есть это третье лицо, которое контролирует качество, скорость и сроки строительства. Таким образом, в Кыргызстане единственная компания – это ваша компания, имеющая аккредитацию в этой организации? Я думаю, что, по крайней мере, в Кыргызстане я еще ни одну компанию не видел, которая не только от Тюкзуд, а вообще, чтобы кто-то нанял третью международную компанию под контролю надзору. Потому что это очень дорогое удовольствие, это влияет на цену квадратного метра гораздо достаточно хорошо. Но так как мы в этот бизнес пришли ни на год, ни на два, и не просто заработать денег, мы пришли в этот бизнес, мы этим бизнесом занимаемся не только для того, чтобы заработать денег, хотя это одно из главных, но второстепенное и практически не менее важное – это довольство клиентов, клиенты на всю жизнь. Это когда, чтобы и 10, и 20, и 40 лет по прошествию, и, возможно, даже далее, когда нас уже не будет, чтобы люди могли получать качественное и оставлять качественный товар, то есть жилье или офисы, недвижимость. И важно, чтобы люди, получив продукцию, чтобы они пользовались и наслаждались этим продуктом, и, как говорится, были благодарны, а в свою очередь любое благодарство, оно как бота, оно get it, и Всевышний его принимает, если люди недовольны. Или, наоборот, если люди недовольны, то они, наоборот, будут проклинать и говорить, зачем я связался с этими людьми, с этой компанией или с этой продукцией. А, соответственно, продукт, а, соответственно, эти уже проклятия, скажем так, они тоже доходят до Всевышнего, в свою очередь. Поэтому я не говорю, что наша компания идеальная, мы тоже люди, и команда у нас тоже люди, а, соответственно, каждому человеку свойственно ошибаться. Это нормальное явление, но мы над каждой своей ошибкой, над каждым упущением работаем очень тщательно и пытаемся их исправить. Какими увлечениями, помимо… Ну, естественно, у каждого человека есть какое-то хобби. Естественно, каждый человек, допустим, предприниматель, он предприниматель до мозга костей. Однако у каждого человека есть свои интересы. Вот какие у вас интересы, какие у вас хобби? Можно узнать? Моя жизнь, в принципе, делится в основном на две основные части. Это ислам, поклонение Всевышнему, как птица с двумя крыльями. И второе – это бизнес. Это стратегические две вещи, которые, я считаю, что можно заниматься, быть в этой жизни очень успешным, перспективным человеком, но без покорности Всевышнего, соответственно, попадая перед Всевышним в судный день, мы должны сказать, что мы не только потратили эту жизнь на то, чтобы бегать за богатством, и только мерзким. Нам надо… профессионал отличается именно от непрофессионала тем, что профессионал живет не только сегодняшним днем, а, соответственно, не только сегодняшней жизнью, а еще живет завтрашним днем или следующей жизнью в том числе. Поэтому это как два крыла. Высоко можно взлететь тогда, когда у тебя и все налажено с Господом, и с людьми, и с бизнесом. И тогда просто бизнес без поклонения – это уже птица не летает. Просто поклонение без бизнеса и успеха в этой жизни во всех сферах – это тоже далеко не улетишь. Ну, конечно, второй вариант лучше – поклонение, чем просто бизнес без поклонения. Поэтому, если вернуться к вашему вопросу в деталях, то хобби у меня – это спорт, хобби у меня – это путешествия, и хобби у меня – это играть на гитаре. На гитаре играете? Да. Профессионально? Я не учился в школе музыкальной для того, чтобы… Это был инструмент, когда мне было 14-18 лет. Это был инструмент вхождения в общество. Сегодня все ценится на рынке то, что является, имеет вне конкурентную… Конкурентное преимущество называется. На тот момент, в 14 лет, нужно было иметь конкурентное преимущество и отличиться от тысячи своих сверстников. Я был гитаристом районного масштаба, одним из звезд в том районе и в то время. Я считаю, что и сегодня каждый человек должен иметь какое-то… УТП называется, уникальное торговое предложение, либо какой-то уникальный аспект в человеке должен быть, которым будет его отличать от основной массы людей. И это есть как раз-таки конкурентное преимущество. Если можно уточнить, каким спортом, каким видом спорта вы занимаетесь? Допустим, недавно я читал статью про Камиля Самигулина, это муфтий Татарстана. Вот он занимается… Я могу ошибаться. Он занимается джиу-джитсу. Меня интересует спорт только в качестве поддержки формы и здорового духа. Поэтому я в основном занимаюсь железом, ну и бью немножко лапы, мешки для того, чтобы быть в форме. Также про хобби могу добавить, что я с детства, с 11 лет занимаюсь аквариумными рыбками. И у меня уже в 13-14 лет было 13 аквариумов. И на тот момент, конечно, не мог себе позволить иметь элитных большие аквариумы с большими элитными рыбами. То сегодня у меня и в офисе, и дома плавают хищники такого типа пираний, щук, акул, именно таких аквариумных. Что-то я видел, у вас в офисе стоит большой аквариум. Да. Значит, это одно из ваших увлечений. Да, я люблю. Большое. Отлично. Вот по поводу религии. Как давно вы встали на этот путь? Мне было лет 20, когда первый раз мне сказали, что было бы хорошо, если бы ты еще и был человеком, который поддерживался бы правильных ценностей, правильных инструментов для жизни, которые соответствуют именно исламу. И вот тогда я первый раз в жизни вообще задумался и начал, получается, это было лет 17 назад. А более детально, я в 2005 году ко мне приходил человек один, который закончил университет Али Асхара, Адеб Башат. Был такой бакешка один. Рахмар Лехан уже по воле Всевышнего, Всевышнего уже забрал к себе. Поклонение же это и хорошее отношение к своей супруге. Это поклонение. Не поклонение, если когда ты плохо относишься к своей супруге. То есть, соответственно, или хорошо относиться к своим подчиненным, хорошо относиться к Господу, хорошо относиться к обществу, даже к живым творениям, которые Всевышний создал. Животные, насекомые, природа. И поэтому Всевышний же и говорит, что не нарушайте порядок, который я поставил на земле. Поэтому человек должен, вплоть до каждой мелочи, детали, он должен придерживать порядок и соблюдать этот порядок. Поэтому это классный инструмент для того, чтобы прожить эту жизнь достойно. Инструкция по применению жизни. Да, да. Вы очень правильно сказали, что инструкция по применению жизни и решение всех проблем правильным, должным образом. И этой жизни следующей. Вопрос по поводу воспитания детей. Это такой интимный вопрос, в принципе. Но, однако, у людей предприимчивых и успешных есть свои методики воспитания детей. Допустим, у меня есть очень хороший знакомый, мой брат-друг. Он воспитывает своего ребенка посредством вознаграждений и где-то наказаний. То есть он требует выполнить какое-то задание и как вознаграждение за успешно выполненное задание он, естественно, его вознаграждает. Какую систему воспитания детей в своей семье используете вы? В двух словах про детей. У меня их четверо. Три девочки и мальчик. Пока. Миша-Аллах. Воспитанием занимается все-таки 95% супруга. Как пророк говорил, да выстал, приветствует. С какого периода нужно начинать воспитывать детей? И одни люди сказали, сподвижники, там, с пяти лет, когда он начинает уже понимать. Он говорит, опоздали. Второй говорит, с десяти опоздали. Там, с трех опоздали. Один говорит, с того момента, пока он начинает только ходить, опоздали. С того момента, как только жена еще родился, опоздал. Когда супруга еще в положении, он говорит, ты тоже опоздал. Он говорит, как так? А с какого возраста начинается воспитание ребенка периода? Он говорит, воспитание ребенка начинается с выбора жены. Потому что 95% воспитывать будет ребенка мать. В свою очередь пусть Всевышний сделает всех матерей и жен лучшими и достойными для того, чтобы воспитывать своих детей должным образом. Ну и как отец, в любом случае вы прилагаете свои 5%? Да. У вас есть своя система? Да, система проста. Я все время, когда улетаю в дальний путь, а я улетаю практически каждый месяц, бывает по нескольку раз, я всегда со своей семьей и детям говорю. Вам уже предопределено все. Буду ли я или не буду, это уже второстепенный вопрос. Так как пророк наш мир и благословение Всевышнего ему был сиротой практически с раннего детства, это показатель того, что не совсем всегда. И при этом Всевышний его воспитал лучшим на планете Земля. В свою очередь точно так же я не влияю в принципе на косвенное отношение, я только имею. В первую очередь это Всевышний воспитает моих детей. Во вторую очередь я всегда им говорю, что придерживайтесь основы, которые прописал Всевышний. И вы никогда не ошибетесь. И читайте, слушайте, анализируйте, размышляйте, готовьтесь и к успеху, и готовьтесь и к поражениям. Потому что человека делает сильным только и поражение, проигрыши, ошибки. Как Пушкин говорил, опыт это сын ошибок трудных. То есть ошибка, получается, является отцом опыта. То есть ошибка рождает опыт. Поэтому любой человек, который хочет достичь успеха, он однозначно должен научиться ошибаться. И он должен принимать эти ошибки, то есть научиться проигрывать. Пока человек не научится проигрывать, он не сможет научиться выигрывать. У каждого человека есть свои инсайты из жизни, из одного года, из месяца, изо дня. Какие инсайты и какие советы, и какие ваши методики по достижению успеха, которые вы применяете с успешностью до сегодняшнего дня? В основном у любого человека есть фундамент, как у любого здания, как у любого следствия есть причина. В моей жизни фундамент или причина, а все остальное это следствие. В моей жизни фундамент и причина является основа, на которую я опираюсь, это Всевышний и его законы. То есть это призма, через которую я смотрю на всех, на все и так далее. Соответственно, не нужно выдумывать велосипед. До нас он был уже придуман. Что касается бизнеса, даже здесь тоже пророк Мир и Блсиния Всевышнему говорил, что если человек надумает выбрать профессию, то пусть выбирает из 10 профессий 9 торговля. Потому что в торговле реально быть легче, быть справедливым. В торговле ты путешествуешь по миру, изыскиваешь товары, смотришь, как развиваются другие страны, смотришь, как люди одеваются и как они умеют вести переговоры и многое другое, ландшафты, дизайны и так далее. Приезжаешь в свою страну, продавая этот товар, ты взаимодействуешь с тысячами людей, пока ты его продашь, с тысячами различных организаций, у которых разные инструменты. Поэтому я считаю, что инсайт основной – это ислам. А если выбрать бизнеса, то в бизнесе, то в бизнесе у меня самые лучшие успешные кейсы реальных последние 100 лет или 200 лет бизнесменов. Тот же Генри Форд, тот же Брайан Трейси, Тони Робинс или какой-нибудь там… Много у нас и в Кыргызстане успешных есть ребят, которые заслуживают уважения, как они достигли в бизнесе хороших высот. Вот в основном у них и берем пример, не нужно ничего придумывать. Ну да, в принципе у каждого человека есть и свои выводы какие-то, и свои наработки, так сказать. Вы ведете, кстати, тренинги, иногда был… Я даже недавно видел то, что вы выступали перед студентами Ататюрка, Аллато. Как прошло выступление, и я как бы не все смотрел выступление, а некоторые части его. Очень полезные некоторые моменты были, но они очень вкратце были показаны. Я думаю, они будут полезны, если вы прямо вот тезисно-тезисно расскажете нашим зрителям. То есть там было сказано, нас очень много смотрит и молодых людей, то есть которые только-только начинают свой путь. Может быть они начинают свой путь и в предпринимательстве. В принципе, я так считаю, что законы и тактики, и инструменты, которые применяются в предпринимательстве, в принципе, они важны и абсолютно в широком спектре человеческой деятельности. Вот поэтому какие были моменты интересные? Были такие интересные моменты. Основная аудитория были студентами. Лозраст был от 18 до 22-23 лет. Задача у меня стояла такая, чтобы людям рассказать в целом стратегически, и с чего начать, и как развиться в профессиональном смысле, так же и в личностном. Что могу сказать, что нашим телезрителям, уважаемым, что в первую очередь я бы человеку порекомендовал фундаментальные такие вещи, как намерение, то есть как в бизнесе, так и в целом священном писании сказаны одинаковые фразы, в принципе, они друг от друга далеко не уходят, потому что в бизнес он тоже, в принципе, взят из божественной религии, потому что божественная религия была с момента появления человека. Соответственно, там сказано так. Человек, достигающий, который хочет достичь больших высот, что там, что здесь, или в третьей и другой сфере, основная задача – это поставить большое намерение, сделать большой проект или большое дело. А это сегодняшним языком в бизнесе называется большая цель. Когда есть у тебя четкая, большая, ясная цель, просчитанная по времени, просчитанная по деньгам, просчитанная по всем остальным ресурсам, людским, информационным и ноу-хау технологии и многое другое, то вот это намерение, это уже, как говорят у нас, это уже хорошее намерение, это уже 50% успеха. Второй шаг – это действие. То есть человек должен постоянно действовать. Человек должен учиться каждый день минимум по одному часу в той сфере, в которой он хочет преуспеть. Что бы это ни было, хоть это будет спорт, музыка, или поклонение, или бизнес, или какая-то наука, то каждый день один час, посвящая этой сфере теории, знания, обучения и остальное время тратить на достижение этой цели, или уже практика, но вне ущерб здоровью, семье и прочим вещам, тот человек за 3-5 лет, ученые доказали, он может стать лучшим специалистом в этой области республиканского масштаба. Но если человек будет тратить каждый день по одному часу и будет посвятить этому от 5 до 10 лет, он может стать одним из лучших в этой сфере мирового масштаба. Поэтому второе, это было, значит, учиться и действовать. И третье, это упование на Всевышнего. То есть, получается, ниед, ракет и тавакяль, да, называется по-арабски, а по бизнесу это называется, в бизнесе нету, в принципе, такого. Они, это там уже страхи, борьба со страхами, борьба с ограничивающими убеждениями. В принципе, но это все есть именно в вопросе упования. Когда ты уповаешь на Господа, то ты уже становишься просто человеком, который тебя не может остановить никто и ничто, если ты идешь к своей цели. Цель устремленный, волевой человек с хорошим характером, с хорошим темпераментом, с хорошими человеческими качествами, ценностями, видением. Вот три шага основных, которые в любой сфере могут помочь нашим телезрителям. Помимо вашей строительной деятельности, какими-нибудь другими видами бизнеса вы занимаетесь? Нет, на данный момент мы не занимаемся больше никаким другим видом деятельности. При нашей компании есть такая услуга, называется Barter KG. Это тоже отдельный проект, но он тоже сопутствующий сепорт, получается, нашим основному бизнесу. Сейчас на данный момент многие учетные доказывают, что нужно диверсифицировать бизнес, нельзя все яйца держать, хранить в одной корзине, но и в то же время большинство ученых рекомендуют, где фокус там развития. То есть в одно время одно дело. И тогда будет эффективность и результативность максимальная. Так как у нас команда уже достаточно на такой стадии, когда наша компания в лице нашей команды, руководительского состава, уже в принципе на 75% готовы вести, управлять нашими проектами и объектами самостоятельно на 75%, повторюсь, то 25% времени я больше сейчас стараюсь уделять, рассматривать уже новые идеи, новые проекты и в свою очередь тратить время на обучение людей. Потому что у нас так сложилось, что в нашей команде мы не только хотим приносить пользу нам в виде денег, мы еще хотели бы принести пользу и обществу. Но потратив эту экспертизу профессионалов, экспертов высокого уровня, мы этой экспертизой делимся сейчас с обществом. И поэтому мы начали обучать и поставили цель обучить 1 миллион человек. То есть если мы миллион человек обучим, мы понимаем так, что в среднем, кстати, в священном писании так сказано, что самое лучшее, что ты можешь оставить после себя, это знания. В свою очередь, те знания, которые имеем мы и наша команда, как бы сказать так, Тимур и его команда, как нас называют некоторые, мы специально эти знания хотим передать миллиону человеку. И если эти миллионы человек начнут жить лучше, богаче, умнее, удобнее, дольше, повысив свои стандарты, повысив свои потребности, свою планку в целом жизни, и не только о деньгах идет речь, это и о нравственности, и о культуре, и о взглядах, и о видении, стратегическом глобальном мышлении. Вот эти вещи, поэтому в этом направлении мы очень тесно двигаемся. Поэтому другого бизнеса у нашей компании нет. Меня уже неоднократно предлагали в политику, в депутаты Дюркенеш подать свою кандидатуру и даже сказали, что будет она одобрена, если ты пойдешь. Я сказал, что нет. Почему? Потому что мы вне политики, мы бизнесмены. Я видел однажды, будучи у вас в офисе, плакат, и на нем было нарисовано порядка, по-моему, 12 либо 16 видов деятельности. В том числе это был Элит Травертин, по-моему, и Элит, ну, естественно, Хаус, и очень много разных проектов. Все эти проекты сейчас живут, либо они в состоянии заморозки, либо просто в плане? Да, на самом деле у нас было время, когда мы года два назад дошли до такой стадии, когда мы думали, что есть смысл одновременно заняться еще 5-10 видов направлений. В основном они все были вспомогательные Элит Хаусу, но на сегодняшний день тот же Элит Травертин, он живой, он работает, это завод, мы производим камень, фасадный материал, получается, Травертин называется, и работает очень успешно. Что касается, там было Элит Недвижимость, это агентство недвижимости, Бартер Кейджи, эти все вещи, они работают. Да, там еще было, как вариант, Элит Такси, Элит Агра, Элит Туризм, это были такие... Даже сетевой маркетинг? Да, сетевой маркетинг тоже мы хотели запустить, но после этого мы решили... Сетевой маркетинг, он немножко сегодня ассоциируется в обществе у большинства людей, немножко с негативом, с какой-то финансовой пирамидой, с сомнительной схемой, и мы отставили этот проект, хотя его проработали на протяжении нескольких месяцев очень детально, и отставили его, чтобы не внести в общество сомнения у людей, что мы какая-то финансовая пирамида, и мы убрали его. Я думаю, что это правильное стратегическое решение было. То есть, очень важно принять в жизни любому человеку правильное управленческое решение на определенном этапе, потому что китайцы говорят, сколько бы человек не шел бы по неправильному пути, никогда не поздно остановиться, переосмыслить, выбрать новый путь, развернуться и пойти по новому пути. Мы такие ребята, мы компания Agile, мы гибкие, мы тренируем себя, чтобы мы были переменчивы к изменениям, а сегодня такой век, который меняется в каждый день. Ученые доказывают, что те знания, которые сегодня даются на первом курсе в университете, уже в третьем курсе они считаются устарелыми. То есть, настолько сегодня мир так быстро меняется, информационный поток в обществе, в мире, сегодня колоссальным темпом идет вперед. И сегодня люди, если раньше считалось лет сто назад, что ценились фабрики и заводы, после этого лет 20 назад считалось, кто владеет информацией, владеет миром, то сегодня уже не просто достаточно владеть информацией, сегодня люди ценятся те, кто умеют управлять информацией. Вот такой тренд сегодня в мировой масштабе. То есть, как можно быстрее завладевать информацией и использовать ее? Именно использовать, потому что мы можем знать много, как начитаться тысячу книг и ответить на любой вопрос и разгадать кроссфорд за 5 минут или сканворд за 3 минуты, но это не показатель того, что ты будешь успешен. Ну да, в принципе, сейчас интернет переполнен информацией, чего не было буквально 10 лет назад. Да. Но, к сожалению, вопреки ожиданиям прошлых поколений, они думали, что мы будем намного умнее, хотя сейчас мы видим деградацию нашего общества. Вот и доказательство тому, что информация сейчас есть вся практически на ладонях, но теперь мы должны стать экспертами, мы и наши граждане, ну и, в принципе, все в мире, те, которые смогут эту информацию успевать обрабатывать и выжимку делать ту, которая необходима для него и для общества. Поэтому нужно учиться. Сегодня в мире одна из самых популярных профессий, оказывается, является аналитики, которые умеют анализировать информацию и выжимать из нее необходимую информацию. Поэтому, к чему я и рекомендую учиться. На сегодняшний день, да, мы, как сказали, очень много информации в интернете и сейчас, в принципе, наше общество, в частности, в Кыргызстане, в Бишкеке, очень сильно подсилено в социальные сети. Мы видим различные ролики, которые отражают, к сожалению, нашу действительность. То есть это мультик такой, когда человек идет с телефонами и не замечает происходящего вокруг. Как Вы относитесь к зависимости нынешней, в частности, молодежи, к социальным сетям? Я считаю, что это один из паразитов в развитии общества. Само телевидение раньше посчиталось, сегодня это соцсети. Это информационный фастфуд называется сегодня в современном мире. То есть фастфуд, он очень вреден. Быстрое, легкое, быстрое питание, оно, соответственно, не может быть полезным. И на него подсаживают. Так же, как и соцсети, и телевидение, это такой инструмент, когда общество для того, чтобы его сделать более слабым и усыпить его от развития, я считаю, что человек не должен тратить много времени на эти вещи. Однако? И в свою очередь, я сегодня, было время, когда я мог часами быть в соцсетях, но работая над вопросом тайм-менеджмента, управления временем, прихожу к выводу, что сегодня я на соцсети трачу 3 минуты. И только тогда, когда мы продвигаем наши соцстраницы, согласовываясь со своей командой. Однако, в любом случае, в каждой вещи есть как положительные стороны, так и отрицательные. В принципе, сейчас соцсети помогают многим молодым предпринимателям продвигать их бизнесы, то есть, зарабатывать за счет этого и получать полезную для себя информацию. Если это бизнес, прошу прощения, что я вас перебиваю, если это бизнес, то согласен. Потому что это уже вид деятельности, который приносит пользу тебе и твоей семье, и твоему окружению. Но когда речь идет не о бизнесе, а просто сидеть и смотреть, у кого какие красивые горизонты, образно говоря, я имею ввиду природа, форма или его уровень, его атрибутов в жизни, то я считаю, что это пустая трата времени. Однако же эти же бизнесмены зарабатывают как раз на таких индивидуумах. Поэтому же, кстати, в жизни две категории людей бывают. Что получают зрители и актеры? Актеров бывает в театре 100, а зрителей 10 тысяч. Актеры, что получают зрители? Зрители смотрят, платят за это деньги, и их 10 тысяч аплодируют. Что имеют актеры? Актеры имеют деньги, славу, авторитет. Они развиваются на сцене, получают удовольствие от своего происходящего. Поэтому 100 человек, причина, а 10 тысяч – это следствие. Но вот те, кто любит соцсети, просто посмотреть, то это и есть зрители. Поэтому я вам рекомендую стать актерами, то есть стать причиной, а не следствием. Очень интересный инсайт, очень интересная беседа получается. Что бы вы лично от себя могли сказать? То есть я могу задавать очень много вопросов. Лично ваш личный месседж. Посылаю. Я бы хотел сказать нашим уважаемым телезрителям или интернет-зрителям, что номер один я бы вам рекомендовал, как и в Священном Писании это рекомендуется, и все ученые всех наук практически одно и то же рекомендуют. В том числе я присоединюсь к этим словам, что учиться, то есть с колыбели до могилы, от колыбели до могилы. То есть поэтому я вам рекомендую в первую очередь научиться учиться. То есть это пока вы не станете людьми, которые умеют учиться, любят учиться и которые получают от этого удовольствие. Поэтому задачу поставьте такую. В свою очередь хочу сказать, что на сегодняшний день, казалось бы, я там на деревне парень вроде бы не самый последний, но так на своем уровне. Но учиться продолжаю в каждый день. Я обучаюсь в месяц, в каждый день по одному часу. Я учусь на MBA, кроме этого управлять, executive MBA, управленцем быть. Кроме этого, именно свою специфику в области девелопмента, читаем специальную литературу. Поэтому учиться нужно всегда. Ребят, продолжайте и не переставайте. Если вы думаете, что у вас уже бакалавриат или аспирантура и магистратура и так далее, то имейте в виду, ваши знания уже не в моде. Сегодня уже совсем другие знания правят миром. Поэтому ваша задача – сегодняшние инструменты изучать. А это нужно изучать каждый день. Из-за знаний, как говорится, нужно платить. Безусловно. Да. Когда покупаешь книгу, допустим, я как директор магазина купил себе книгу. Естественно, я хочу из нее извлечь максимум эффективности. Именно купил. Не скачал в интернете, просто нашел на просторах, а именно купил в бумажном варианте, заплатил за это деньги. Естественно, я хочу как можно больше из этого извлечь для себя, так сказать, прибыли во всех этих смыслах этого слова. Поэтому за все нужно платить. Естественно, это больше ценится. И не только деньгами это платить надо, еще и временем. Да. Что является, кстати, на сегодняшний день одним из самых дорогих ресурсов в мире. Даже чем деньги. Потому что время купить невозможно. Мы не можем сегодня вернуться в 2016 год. Мы не можем вернуть человека, который уже умер, или вернуться после того, когда мы умрем. Поэтому время – это очень дорогой ресурс. Есть, кстати, в двух словах хочу о ресурсах рассказать нашим уважаемым телеинтернет-зрителям. Что есть ресурсы ключевые, четыре в бизнесе. Это время, это здоровье-энергия. У человека, если, значит, эти ресурсы и время, здоровье, статус, авторитет и деньги. Это четыре ключевых ресурса, которые помогут человеку достичь хорошего, большого успеха. Не достаточно иметь только много времени и много денег, но при этом не иметь здоровья. Или можно иметь много здоровья, иметь много денег, но при этом у человека не здоровый авторитет, или он раб своего бизнеса, а, соответственно, нет времени уже посвятить семье, начинает продать и многое другое. Есть хадис, где сказано, что счастье мужчины в этом мире заключается в четырех вещах. Это просторный дом, хорошее средство передвижения, праведная жена, хорошая жена, ну и, естественно, хороший сосед. Что вы скажете по поводу этого хадиса? И немножко, как в вашем понимании, немножко раскроете нам эту тему. Позвольте, я на этот вопрос отвечу сегодняшним современным языком. Безусловно, я согласен с этим хадисом. Я сам его придерживаюсь, потому что намерение у человека должно быть, у здорового, у перспективного человека должно быть. Многие могут сказать, ну нет, это ты так думаешь, но это думает и пророк, мир ему и благословение Всевышнего, и я в том числе, что человек должен повышать свои стандарты. Человек должен повышать стандарты в одежде. Это тоже так же в исламе сказано, что Всевышний говорит, я красив, я люблю красивых. Повышать нужно стандарты в питании, то есть здоровье в вам правильном питании, которое тоже требует обучения, как правильно питаться. Повышать нужно стандарты в своем поведении, в своей походке. Повышать стандарты нужно в здоровье и в спорте. Повышать стандарты нужно в жилье. То есть мы не можем сегодня сказать, что мы живем сегодня в старой советской заброшенном доме, или в среднем доме, или более-менее старом доме, или живешь даже в новом доме, но более дешевом. Человек должен все время мечтать, человек должен повышать стандарты в каждый день. Также автомобиль, транспорт, или в то время это был конь, мы должны повышать уровень стандартов, в том числе и средства передвижения. И это факт, я за то, чтобы в каждый день повышать стандарты. И не упирайтесь в определенные ограничивающие убеждения, не надо себя ограничивать в том, что все, мне это хватит или больше нельзя, джаман болот, джаман горышот или джаман сэс тьет. Ничего не надо бояться, это все ограничивающие убеждения. Ограничивающие убеждения – это человек, когда сам себя ограничивал в определенные рамки, и больше он не видит перспектив, надо ломать эти рамки. Поэтому я считаю, что человек постоянно должен повышать стандарты. Как один человек говорит, вот все относительно в этой жизни. Например, мы можем думать, что вот я, Тимур, я такой красавчик, у меня уже все, и квартира шикарная, и машина шикарная, и одежда неплохая и так далее. Я могу сказать, все, это и есть мой потолок. Но один товарищ сказал такие интересные слова, Тимур, твой потолок – это чей-то пол. То есть, так что ты не думаешь, что это и есть предел мечтаний. Поэтому этот месседж мне дает сегодня постоянно задумываться, когда я начинаю задумываться, что я уже достиг очень неплохих высот, или там чуть ли не очень высоких высот, то я сразу понимаю, что это и есть чей-то пол, соответственно, это ограничивающие убеждения. Поэтому, уважаемые граждане, повышайте стандарты. На сегодняшний день все крупные компании, если не все, то многие, имеют какую-то социальную роль и социальные обязанности, и какую-то корпоративную ответственность. Что касается вашей компании, какие социальные проекты, и какую деятельность вы ведете в социальном плане? Наша компания достаточно социальная, то есть социально-корпоративная ответственность нашей компании достаточно высокая. И в стратегии заложен аспект быть именно социально-корпоративной компанией, которая не только зарабатывает деньги, но также тратит деньги и время, и опыт в развитии нашей страны, в развитии наших граждан. И одно из них, как ранее мы говорили, это обучать. У нас при нашей компании, кстати, есть школа бизнеса, которая именно бесплатно обучает людей, как начать свой бизнес с нуля, как выбрать четкую и ясную цель, как приоритизировать в жизни основные цели и на что тратить время и так далее. Поэтому у нас более 130 роликов в Ютьюбе, которые и в книгознания, мой личный блог, который ведем мы вместе с моей командой, где мы постоянно людей призываем обучаться посредством формулы. Не просто наша задача не только людям дать рыбу, рыбу, наша задача людям дать удочку, чтобы они ловили рыбу. И как дать удочку, это и есть как раз-таки тот кейс, тот опыт, чтобы люди не были зависимыми и не стали менее предприимчивыми, а наоборот стали более успешными и более сильными не с помощью кого-то или чего-то. Всем мы денег дать не сможем, но, по крайней мере, если мы их научим тысячи или десять тысяч, или сто тысяч человек стать богатыми, умными, перспективными во всех смыслах слова, не только о деньгах идет речь, но сегодня деньги – одно из таких важных аспектов, инструментов жизни человека. Поэтому мы вот именно в этом направлении двигаемся. Вы, как я знаю, обучаете людей и потом в дальнейшем трудоустраиваете их своей компанией. А правда? Да. Да, из этой, кстати, вот программа «Школа бизнеса», она интересная тем, что отдавая знания, когда ты отдаешь что-то, то взамен ты получишь всегда больше. Это закономерность. Потрать немного денег, и у тебя придет много денег. Потрать немного времени на что-то, и тебе придет много времени. Даже формула такая есть. Если ты хочешь потратить время на планирование времени, и у тебя его станет много, то есть управление временем. Поэтому жизнь такая – даешь знания, получишь еще больше знания. То есть есть такая формула, называется «уча – учусь». Когда человек учит, он учится еще больше. Это как вот вода стоит, и в нее, если не будет заходить свежая вода, и не будет выходить вода, то эта вода протухнет. Поэтому, чтобы эти знания – это как человеческий мозг. Если в нее будет поступать информация и вытекать информация, только тогда это будет самая свежая вода и самый свежий мозг. Поэтому обязательно в этом направлении рекомендую всем людям много тратья время. То есть взамен своих знаний, то есть что вы приносите людям, вы получаете, так сказать, самые талантливые, самые активные кадры. Да, упустил, прошу прощения. Да, безусловно, среди них выявляются уже очень серьезные, перспективные ребята, молодые ребята разного возраста. Бывают и не молодые ребята. И, безусловно, мы получаем взамен уже и признание, и узнаваемость, и имидж, и социально-корпоративную, скажем, репутацию, и в том числе кадры. Я всегда говорю так. Бизнес должен быть выгодным обеим сторонам, удобным обеим сторонам, и приятным обеим сторонам. Win-win везде. Win-win, да. Поэтому, если он будет выгоден только тебе, а мне нет, извини, это уже не бизнес. А если нам обоим это выгодно, но нам неприятно друг другом работать, то, извините, нам зачем тратить время? Можно же найти место и время, где можно быть и выгодно, и приятно, и удобно. Да, в принципе, мир изобилует разными вариантами, где можно обеспечить себе и приятность, и полезность, так сказать, да. И выгодность. Да. Да, это немаловажный аспект. Допустим, кто-нибудь из ваших учеников, так сказать, если даже он не захочет работать в вашей компании, инвестируете ли вы, к чему я веду вопрос, если у вас, допустим, какой-нибудь молодой предприниматель придет и скажет, Тимур Заматович, мне нужны инвестиции, проинвестируете ли вы? Ну, допустим, это просто интерес. На данный момент из тех людей, которых мы уже обучили, а их более 4 тысяч людей, которых мы обучили в режиме оффлайн, то есть вот так, лицом к лицу, не считая того, что сотни тысяч просмотров и сотни-тиры тысячи вопросов по интернету, по режиму онлайн, вопросы такие, прям сыпятся. Байке, вот финансируйте, я вот молодой, я нуждаюсь, я хочу стать. Естественно, столько времени и столько денег у нас, наверное, не хватит, чтобы всех инвестировать, пока не хватит, может быть, в будущем будет получше ситуация, имеется в виду, я и говорю о миллиардах долларов, может, тогда я только, может, и будем. Пока мы не миллиардеры, где-то, ну, там, где-то, там, чуть пониже. Но эти вопросы постоянно поступают, но на них один ответ. Ребят, наша задача не дать вам рыбу, наша задача научить вас ловить рыбу. И если человеку дашь все готовое, этот человек не оценит, этот человек не удержит. Надо, чтобы человек созрел, должен человек сам добиться успеха, и тогда он будет ценить все полученное. То бишь, вы имеете в виду, вы готовы, в принципе, проинвестировать, но при условии того, что человек уже имеет какой-то успешный кейс, и ему нужно, допустим, для расширения. Если это только будет идти в разрез, не будет идти в разрез моих личных интересов и моего личного бизнеса. То есть, представьте, человек приходит и говорит, у меня успешный кейс, рабочая бизнес-модель, все классно. Если этот бизнес-проект будет сопутствующим нашей компании Elite House или в той сфере, которой мы занимаемся, недвижимость, строительство и продвижение недвижимости, то эти кейсы мы готовы рассматривать. Но если это будет, грубо говоря, я хочу производить лимонад или продавать ковры, даже ковры, это может к недвижимости какое-то имеет отношение, это интерьер, получается дизайн-интерьер и так далее. То есть, все остальные проекты мы нет, не финансируем. Мы не финансируем их финансово, мы в них инвестируем знаниями и можем поддержать их. Что не менее важно, это репутация. Очень важный аспект в жизни, чего бы я хотел порекомендовать нашим телезрителям-интернет-зрителям, что в человеке очень важно иметь один из тех ключевых ресурсов, о которых я говорил, ресурсов, это статус. Вот я сейчас про него хочу сказать. Это кредит доверия. То есть, у человека должен быть кредит доверия очень высокий. А как его измерить? Он измеряется очень легко. Если ты хочешь проверить, насколько у тебя высокий кредит доверия, насколько у тебя высокая репутация и авторитет, он замеряется простым образом. Приходишь к человеку и спрашиваешь своему родственнику и говоришь, займи мне, пожалуйста, тысячу долларов. Если тебе заняли тысячу долларов, то имей в виду, только на тысячу долларов тебе, ну, значит, тебе тысячу долларов доверили, значит, они тебя уважают на тысячу долларов. Если попросишь, у них уже сто тысяч долларов, они уже задумаются, если ты молодой студент, они скажут, а ты сможешь, не сможешь вернуть, извини, нет. Вот сколько сумму, какую сумму могут тебе дать посторонние люди, родственники, друзья или знакомые, вот это сумма твоего авторитета. То есть, если на улице ко мне подходит сегодня попрошайка и говорит, пожалуйста, дай мне 1000 долларов. Я не могу ему дать 1000 долларов, потому что он либо бомж или выпивающий человек, я ему обычно даю 50-100 сомов. Вот его авторитет. Если ко мне приходит мой друг, какой-нибудь товарищ, знакомый или студент, дайте мне 200 тысяч долларов. Я ему говорю, извини, 200 тысяч я тебе дать не могу, я вижу, что ты их не вернешь или ты еще не способен управлять такими деньгами, то сколько тебе нужно поменьше? Он говорит, ну 200 долларов, ну вот тебе 200 долларов, ну может 2000 долларов, ну не больше. Вот твой кредит доверия. И это очень важно, почему понимать, что кредит доверия нужно собирать чайными ложками. Кредит доверия собирается годами, но он растет потихоньку по мере твоего личностного роста. Соответственно, важно тогда, когда ты можешь позвонить людям и сказать, ребят, 1 миллион долларов вот сюда положите, пожалуйста, через 10-20 дней вы его обратно заберете. Мы провернем вот такую схему и все. Если люди тебе доверяют миллион долларов, то имей в виду, что у тебя кредит доверия значит миллион долларов. Вот так меряется кредит доверия. Очень просто, но очень трудно. Измерить легко, замоевать и заслужить достаточно сложно. Но можно. Это тоже проект, который нужно планировать по срокам, планировать в деталях, прочитать его и действовать. Как китайцы вернутся, никогда не поздно. Остановиться, проанализировать, развернуться и пойти по новому пути. Никогда не поздно. Есть люди, которые в мире в 65-70 лет начинали свой бизнес, будучи банкротами, и к 80 годам становились долларовыми миллионерами. Например, это в КФС, вот этот полковник, если не ошибаюсь, Сандерс, фамилия. Давайте резюмируем нашу беседу в нескольких словах. Ваши напутственные слова нашим молодым и немолодым зрителям. Буквально несколько слов. В первую очередь, ставьте большие цели. В вторую очередь, действуйте, постоянно, бесперерывно действуйте. В третью очередь, повторюсь, учитесь. В четвертую очередь, собирайте свою репутацию и свой кредит доверия. И фокусируйтесь на конкретно поставленных целях. И цели должны быть не только финансовые. Я повторяю, что это и семья, это и здоровье, это и бизнес, это и поклонение. Это мой график. Я должен желать того, чего желаю себе. Вот этих вещей себе и желаю. Изучение языков, путешествовать по миру, смотреть весь мир, развиваться. Я не помню, говорил ли я о том, что нужно заниматься в том числе и спортом, благотворительностью, социальной ответственностью, работая на общество и работая на перспективу. Но, наверное, пока все. Я благодарен вам за принятое участие в нашей программе. И в конце нашей беседы мы хотели бы от сети магазинов Каусар подарить вам небольшой презент. Спасибо большое. Рог Всевышнего говорил, мир ему в основе Всевышнего, дарите друг другу подарки. Поистине подарки сближают. Поэтому это очень важно. Благодарю вас. Еще раз я вас благодарю за принятое участие. Спасибо вам большое. Спасибо очень большое, Тарелий. Вот и завершился пятый выпуск программы «Мастер своего дела» с Тарелем Малашем, то бишь со мной. Вы можете оставлять свои комментарии с именами тех, кого бы вы хотели видеть в наших следующих выпусках. Естественно, ставьте лайки, делитесь этой публикацией. Мы будем рады каждому вашему совету, вашей конструктивной критике. Всем спасибо. Всем мир.